Салон, мальчик. Мальчик. Ты приехал с Харога? Да. Что-то намечается? Круто. 9 декабря здесь, в Душамбе, open stage, новое место открылось. Пригласили? Не пригласили. Я хочу там устроить себе концерт. Круто. Это клуб? Это не клуб, это такой open stage, открытая сцена. Там помещение под клуб, но это не клуб. В инстаграме у тебя есть пост, где ты участвуешь в фестивале Криша Мира. Расскажешь немножко, как ты туда попал? Этот фестиваль уже 13, по-моему, или же 10. Короче, 10 с хвостом лет проходят, существуют, да, проходят Хароги ежегодно, летом 3 дня подряд. И как бы в этом году нас пригласили в качестве участников, про нас уже узнали. Нас пригласили, как бы они хотели... Каждый год как бы проходит он в рамке этнической музыки. А в этом году как бы они чуть-чуть расширили свой диапазон, свои репертуары. Круто. И нас пригласили как хип-хоп артистов. Ну, мы выступили. Ну, как на уровне прошло? На уровне, на высоком уровне. Там были гости у нас из Америки, рок-группа. Им звук, как бы... Атмосфера. Энергия людей и атмосфера, все им понравилось. А мне в тем более. Когда ты пишешь строчки вдохновения, откуда у тебя? Как бы это приходит, знаешь, как... Как шелчок. Например, я просто хожу или в автобусе, или же в машине, или же дома просто лежу. И пару строк пришло. Просто наяву я сразу пишу себе. И все дальше уже, как бы, что-то сам уже добавляю, и появляется целая песня. Вот ты меня опередил. Я вот хотел вот об этом узнать. Потому что, ну, бывают такие же моменты, когда ты просто ходишь по улице, и раз в голову что-нибудь приходит, и ты... То есть... Ну, раньше люди прибегали, там, брали сразу ручку и бумагу... Ну, 21-й век, все легче, телефон вытащил. Сразу как бы начеркнул себя, и все. Что больше дает, скажем, творческих моментов? Это книги, или же все-таки вот этот... Вокруг нас все, что происходит? Это ситуация, вокруг нас которая. Это ты сейчас имеешь в виду в твоем случае, или в общем, в хип-хопе? В моем случае. Я в общем, в хип-хопе, я не знаю, как у других. Но у меня так, например, я вижу какую-то ситуацию, или же какая-то ситуация происходит со мной, и все, как бы, это дает какое-то вдохновение, или же какой-то свой эффект дает, что я пишу текста про это. Как бы, на лету ничего не получается, на ходу. Как часто ты покидаешь Харог, скажем так? Очень часто. Вот когда ты вне Хароги, почему ты больше скучаешь? Потому что я там родился, я вырос на этих улицах, меня любого из Харога всегда тянет. Все говорят, быстрее бы отсюда уехать, но когда уже неделю отсутствуешь, сразу же какой-то магнит тебя тянет обратно. У меня всегда так. Давай немножко вернемся в прошлое, да, и вспомним. И тебе, и мне это как бы известно то, что очень часто бывают какие-то стички между улицами в Хароге. Были у тебя такие случаи? Когда я учился? Ну, сейчас, как бы, сейчас более-менее как бы народ подружился. Ну, и до сих пор есть там такие, конечно, это же Харог, куда без этого. Но сейчас более-менее народ подружился. Но в детстве, естественно, например, я не мог свободно ночью или даже днем ходить, например, по каким-то определенным районам. Я не мог в одиночку. Даже если с толпой, я не мог. А что больше всего запомнилось? Есть какой момент, который запомнился на всю жизнь? Когда меня избили, это не имеешь в виду. Ну, вот избили, или ты кого-то побил, или увидел чего-то там. Да, есть такой момент. Я ночью, как бы, поехал в один район, называется Бахаром. Знаю, окей. Ты знаешь, ты в курсе, как бы. Я с моим другом, короче. Мы вышли из Джамуатхуна, вышли. И у нас одна девочка волонтерша. Как бы ее отвезли к ней, как бы домой отвезли. С обратной, с обратной дороги нас сразу же 10 пацанов остановили. Куда вы, откуда? Ну, сразу же все понятно, ребята. И сразу я сказал, я из УПД, и все. Я только сказал У, и сразу в лицо. И дальше я ничего не помню. По моей информации, у тебя первый трек был в 2005 году. Да. Вот как получилось так, что ты решил взять, ну, ручку и бумагу, наверное, в то время? Или телефон? Ручку и бумагу. Что на тебя вот повлияло и что ты сделал? На меня повлиял альбом Ice Cube. Есть такой хип-хоп артист Ice Cube. Знаешь, западный, да? Да. Из West Coast. Как бы у меня отец тоже не любил, а слушал. Он был меломан. Меломан. Необычное что-то. Как бы такая агрессия. И сразу же тронуло меня. Я ничего не понимал, о чем он говорит, про что это. Ну, сразу же как бы тронуло меня. И я начал искать, что это такое, какое-то направление. Раньше у нас там был хип-хоп, но их было мало. Два-три человека в те времена, в 2003-м, когда я впервые услышал хип-хоп. И потом как бы я начал изучать эту культуру. И мне понравилось этот протест, как бы эта свобода, свобода слов. А какие твои первые строчки были? В первой строчке на шурганском языке. Мне очень сложно будет перевести это всё на русском. Ну, круто. Окей. Мы постараемся это перевести и преподнести не в обиду тебе. Хорошо, спасибо. В 2008 году у тебя был первый концерт? Да. То есть прошло всего лишь три года и ты уже... За три года сколько песен ты уже написал? За три года я уже написал около 20 песен. Круто. Я сейчас имею в виду не просто написал, а ты уже их подогнал, аранжировал. У нас была группа. Мы как бы совмещали рок с хип-хопом. А из рокеров кто был у вас? У нас не было из рокеров, но мы совмещали эту музыку со своей. Рокеров у нас не было. У нас был один музыкант Джума. Мой брат, мой друг, одноклассник ещё. Он был хорошим гитаристом и хорошим музыкантом. Он всё похватывал на виду. Ещё один пацан Шавкат, он тоже хороший гитарист. А я и пел, и читал. Круто. А в Хараги был первый концерт? В Хараги, естественно. Сколько человек набралось? Около. Это было в молодежном центре. Там зал 150 или 200 человек. Ну там 200 человек сидели, ещё как бы по бокам стояли все. Около 250 было. А вопрос, который я задаю всем. Сколько грешен тот певец, который поёт под фонограмму? Абсолютно нет. Насколько грешен певец, который поёт под фонограмму? Насколько грешен музыкант, который поёт под фонограмму? Да это грешно. А ты на своём первом концерте под фонограмму читал? Мой первый концерт был живым. А какой был не живым? Много их было. Когда, например, толпа рэперов собирается, намечается концерт, а этот концерт, естественно, уже под фонограмму идёт. Когда, например, мой сольный концерт, естественно, готовлюсь к нему. Репетиция ещё живыми инструментами. А на каких инструментах сам играешь? На гитаре. То есть, первые свои строчки ты как бы… На гитаре. На гитаре, да? Накидываешь? На гитаре всё. До сих пор так. До сих пор, перед тем, как сделать музыку для своих текстов, я сначала на гитаре. Есть стереотипы, которые тебе мешают развиваться, писать? Например? Ну, стереотипы, они, знаешь, вот эта рамка, которая, допустим, дозволенного, да? Это кроме цензуры, конечно. Ну, по сути, как бы раньше мне мешало, потому что раньше в хороке хип-хоп как бы был в незаконе улиц. Улица не принимала хип-хоп как бы, а хип-хоп это же из улиц, это музыка улиц. Это протест. Да, это протест. Ну, как бы хорокские улицы не принимали эту музыку. А что они говорили? Ну, типа, знаете как, относились к нам вроде бы как-то с неприязнью, ненавидели нас. Со временем это все ушло как бы. Ну, в хороке, по-моему, ко всему изначально относятся с ненавистью. Изначально, если что-то новое, то мы это ненавидим. Я сам, как бы, если что-то новое появляется в хороке, я, как бы, вначале его не принимаю. Потом уже, когда время проходит, я привыкаю к этому, и все уже. Представим, что мы в хороке, парень Сергой пройдет по улице, и что ты ему можешь сказать? Сергой в ухе. В ухе? И, йоу, чмо, ты куда идешь? Что это такое? Я ничего не скажу. Никто ему ничего не скажет. Но если он, например, будет мимо проходить, там есть определенные круги. Там нету, например, каждый третий из хороке сразу в лицо что-то скажет. Нет, мы целевизованные уже. Не уже, мы были целевизованные. А есть, например, если он ночью будет где-то мимо проходить, мимо каких-то кругов, то ему обязательно что-то скажут. А лично ты? Лично я? Может быть, да. Точно не знаю. Это зависит от настроения. Но ты же творческий человек. Я творческий человек, но у меня нет даже татухи. Нет татуировки, ничего. Я даже не ношу такие джинсы в широкие футболки. Как бы воспитание у меня уличное, и уличные, как бы, хорокские улицы меня воспитали. А у нас нет такого. Я очень много слушал твоих треков. Все на уровне, но вот ты сейчас говоришь, что я человек с улицы, да? Но большинство твоих треков, они про любовь. Да. Я это осознаю. Я это знаю. На улице любовь принята? Да. Как бы, это уличная любовь. Я же не говорю, эй, мам, можем не хили, хили. Как бы не плачевные же у меня. Не сопли. Не сопли. Чисто, как бы, уличная любовь, понимаешь? Там я просто говорил, ну вот я вечером пришел, ты вышла. Давай, выходи, чё? Такие треки у меня. Окей. А, вернемся к трекам, да? Поговорим немножко о треках. Хорошо. У тебя есть трек. Сейчас. Мун яс бэн. У меня есть борода. Ты мне скажешь. Да. Мун яс бэн. Тот лавэмор ааа. 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 Мун яс бэн. Тот лавэмор аааа. Ну ладно. Я, короче, в то время я был в Душанбэе. Мы с моими пацанами сидим, я нашел какой-то инструментал, такой кочевый, необычный, в восточном стиле. Мы сидим с пацанами. Нам просто было нечего делать. И я тупо рассказал. Мун яс бэн. Тот лавэмор ааа. Я тупо вот это рассказал. И все. Давайте, ребята, мы сделаем такой трек. Просто она не похожа на Блэкстаровскую. Вообще текстане. Просто вот это слово. Мун яс бэн. Тот лавэмор ааа. У меня есть борода. Ты мне скажешь. И пошло, поехало. Этот трек дал такой резонанс, что, как бы, некоторые мои слушатели, как бы, с ненавистью стали относиться ко мне. Типа, это не твой стиль, не надо так. Но потом все опять вернулось. Успокоились. Все успокоились. И начали слушать. И начали слушать. Теперь и услышает этот трек. Но я, как бы, я даже не исполняю этот трек на концертах. Значит, это был какой-то спонтанный трек. «Битва слуха» в 2017 году. У тебя тоже есть пост, где ты читаешь свой трек «Legalize». Я правильно понимаю? Да. Там есть строчки в основном на русском, а потом идет какая-то часть на памирском. «Битва слуха». Давайте в первую очередь, что за битва? Или ты просто это назвал так? Это был какой-то батл. Открылся сайт pamirap.ru. И в честь этого, как бы, мы создатели этого сайта устроили битву слухов. Ага. Битва между артистами. И, как бы, мне написали, как бы, брат, участвуй. У тебя есть имя. Помоги нам. Я сказал, без проблем. Давайте. Я, как бы, и записал пару треков для этой битвы. Ну, в финал я, как бы, до второго раунда пошел, и дальше времени у меня не было, чтобы полфинала в финал пойти. Ну, смотри, я правильно понимаю, что это импровизация на месте? Или ты заранее пишешь? Нет, это заранее ты пишешь. Текст. Да, тебе дают время. И, например, если ты хочешь, то тебе дают инструментал. Если у тебя есть свой, то ты можешь под свой инструментал сделать. Хорошо. Теперь следующий момент. Почему в песне «Леголайз» ты убрал помирскую часть, оставил только русскую? Потому что, как бы, я этот трек сделал специально для битв слухов, но потом этот трек мне понравился. И я взял и сделал его, как бы, коммерческим. Записал в студии и в массы. В интернете. И, смотри, вопрос меня больше интересует. Какую-то часть ты убрал? Не понравился она мне. А эта часть тебе не понравилась? Да. Когда что-то меняю или убираю из своих песен, то, значит, это мне не нравится. Или же вообще не по темам. Нашумевший трек «Тарка». Расскажешь, откуда идея и... Идея... Идея... Да, расскажу. Я сижу дома ночью. Сделал такой... Короче, мне мой друг Лифтихор пишет, тебе нужно пора сделать какой-то качевый трек, потому что на концертах у нас тухлятина. Люди не качаются. Это в Москве? Это в общем. Это... Мы сейчас говорим о памирском хип-хопе. О памирском хип-хопе, да. Он мне написал про концерты. Он как бы... Мой концертный директор и менеджер, он всё это рулит. И он как бы... Организовывает. Да, организовывает. И он как бы... Ему лучше видно, какие треки нужны. Как бы он... Всё это он контролирует. Так, а ты находился в... Я находился в Душамбе, а он в Хароге. И он мне написал, короче, я проанализировал. Нам пора поменять формат. Потому что... Одни твои мелодичные лиричные треки уже как бы на концертах. Это хорошо. Ты собираешь толпу. Но всё равно людям нужно мясо. Я как бы уже делаю... Опять вернусь к истокам. Делаю олдскуловские хип-треки. И ещё как бы... Дип-хаус. И на Гуртарка в стиле Дип-хауса. Как бы пробую что-то новое. И ты сел и написал, правильно? Я сел. Написал как бы текст. Пришёл к Бахе в Зион. Он говорит, братан, это отлично делай это. И я сделал и Ака Саубир. Он пришёл и говорит, мне трек нравится. Я хочу тебя хотя бы в студии просто снять. Я тебе отвечаю, это будет бомба. Саубир это кто? Саубир Саубиров. Он режиссёр. Хороший режиссёр. И он сказал, я хочу просто тебя на студию снимать. И я думаю, что это будет... Он не сказал, я думаю, это будет бомба. Он снял, выпустили трек. И трек как бы сразу дал о себе знать. И как бы я уже заметил, у меня с тысячи с чем-то подписчиков в Инстаграме сразу на две с чем-то, на тысячи подписчиков. Больше и везде в моих социальных сетях клип набрал около 50 тысяч просмотров. Он сказал, ну, для первого клипа это очень хорошо. Для Таджикистана 50 тысяч нормально. Ну, клип он как бы... Это не клип, это лирик видео. Как бы это не клип. Я не называю это клипом. Это лирик видео. Я чисто как бы перед микрофоном рекламирую трек. Есть трек, за который тебе стыдно? Нет. А борода? Стыдно, но не так уж. Я ценю каждое свое творчество. 50 на 50. Борода мне 50 на 50. Я сам ее слушаю. Сам она мне как бы... Этот трек мне нравится. Но людям как бы в массы ее не даю. А лучшее, что есть в репе для тебя в двух словах? Свобода. Свобода слова? Свобода слова. В любом случае, да, вот мы... Все, что мы делаем, да, мы стараемся что-то получить за нам. Что ты ждешь от своего творчества? Что я жду? Ну, я по сути занимаюсь творчеством, потому что у меня остальное не получается ничего. Это у меня, можно даже так сказать, что в крови. Не в крови. Отец не был музыкантом. Мол, он как бы... Он не был музыкантом, но он разбирался в музыке. Он божественно играл на гитаре. Ну, это уже считается. Да, это уже считается. И как бы это от него передалось мне. И я не могу, например, сидеть за компьютером в офисе, что-то делать. Я себя не представляю в этой сфере никак. Меня только вдохновляет музыка. Я хочу как бы заниматься музыкой и зарабатывать тоже музыкой. Это моя цель. Самый большой заработок за какой-либо трек проект? За треки я пока не зарабатываю. Вот мы собираемся уже как бы найти дистрибьютора и уже скидывать свои треки в iTunes. Потому что я думаю, что уже пойдут какие-то скачки. Пойдут какие-то скачки. А заработок, самый большой заработок – это от концерта у нас было. В Хароге в прошлом... Нет, в этом году, весной, как бы мы собрали больше тысячи, полторы тысячи человек на концерте. Это твой сонный концерт, полторы тысячи человек. В зале, где помещается 500 человек. И сколько срубили? Хорошие деньги. От концерта мы срубили около десяти тысяч. Плюс спонсоры. Ты сейчас самона говоришь? Да. Десять тысяч самона. Десять тысяч самона. Это хорошо у вас как бы... Не, ну для такого города это офигенно. Для такого города это офигенно. Да. Например, в Душанбе это, соответственно, как бы, естественно, мало. Ну... Это естественно мало. Так, среднячок. Да. Причем, если ты читаешь рэп. Да, вот именно. Причем еще сольный концерт. Вот именно. Хароги это... Мы, короче, собрали больше десяти тысяч Хароги. А в Душанбе у нас был концерт филармонии. Мы заработали тоже здесь с чем-то. Ну вот... Вот о концертах, да? Почему не в клубе концерт, а, допустим, в концертном зале? Потому что... Ну я думаю, что наши люди еще не привыкли к такому формату. Вот 9 декабря это уже будет клубный формат концерта. Лично мои слушатели. Меня же в основном слушают помирцы. А помирцы еще, думаю, что не привыкли к формату клубного концерта, где все стоят, где качаются. А это уже другая энергия. По поводу того, что слушают только помирцы, немножко не соглашусь, потому что я заметил ролик. Это в Москве. Показали несколько клипов. Твой клип «Мне мало тебя». Вот этот клип показали. Сидят девушки русские, чисто русские девушки. Ну вот твой клип показали. Потом «Мастера Исмайла». И по-моему «Баха-84». Короче, несколько клипов. Больше всего понравился именно твой клип. И как ты там поешь и с тобой еще читает… Я забыл его имя. По-моему «Себастьян». Себастьян, да. И как бы, что мне больше всего понравилось, одна девушка сказала, что все, я эту песню скидываю себе на телефон и я ее буду слушать. Отлично. Я не в курсе. Ну вот видишь, мы простые смертные, мы стараемся искать о вас какую-то информацию и узнаем о вас больше. Я тоже пойду сейчас ночью и поищу этот ролик. Мне стало интересно. Я тебе линк скину. Все. Когда ты выходишь на сцену, ты втрезвую читаешь? Конечно. А какое твое отношение к спиртному? Нейтральное. Бывает иногда, что ты… Конечно. Новый год как без этого? Или же мой день рождения? Не без этого. Ну, в меру, да? В меру, естественно. Не в хлам, в меру. В меру. Я никогда не был в хлам. А травкой не увлекаешься? Нет. Увлекался. Увлекался. Сейчас нет. Увлекался. Когда ты увлекался? Что тебя потолкнуло на то, что ты решил бросить травку? Как-то это уже не модно. Это не круто уже. Так это еще должно быть модно. Нет. Причем тут это? Просто я посмотрел на себя со стороны. И осознал, что чувак, это тебе не клятило. Это тебе не подходит. Потому что когда я начал читать, я вдохновился без этого. Без какого-то спиртного, без какого-то кайфа. Потом, например, я начал что-то употреблять. То же самое. Зачем портить здоровье в лишний раз? То есть, некоторые творческие люди отмазываются тем, что когда они под кайфом, у них получается лучше. Ты согласен? Это все вранье. Ты с этим не согласен? Я с этим не согласен. Потому что творчество это у тебя внутри. Это не зависит от того, что ты куришь или пешь, и это дает тебе какое-то вдохновение. Это все вранье. Они фальшивят. Треки пишешь за деньги? Да. Это в дороге? Это везде. Это в интернете. Например, кто-то хочет песню на заказ, кто-то хочет свою авторскую песню. Я делаю, пишу ему текста на русском, на помирском, на таджикском языке. На русском, на помирском, делаю ему музыку, записываю ее сам, отправляю ему и получаю за это кое-какие деньги. Сколько это добро стоит? Не скажу. Когда закажешь, тогда не скажу. Я? Это слишком большая сумма? Я не хочу пугать людей. Но это приличная сумма. Ну, это стоит того, что ты делаешь? Это стоит больше косаря. В баксах? Нет. В ОМОНах? В ОМОНах. Окей. Я в баксах не работаю. Чисто работаю. Когда пойду в Америку, тогда уже в баксах. Намечаете что-нибудь? Да, я шел со следующего года. Сейчас у нас пойдет тур по СНГ. Потом уже летом намечается в Пакистан, где мои, можно сказать, единоверники живут. Как бы такая программа. Это проект какой-нибудь или ты сам решил? Это не проект, меня пригласили. С Пакистана пригласили? Да. В Китай, в Пакистан. Еще есть пара. Как это происходит? Откуда они узнают о тебя? Например, в Пакистан меня пригласили летом, после фестиваля Криша мира. Ко мне подошел один пакистанец, сказал, я очень рад с тобой познакомиться, туда-сюда. И я хочу пригласить тебя к нам. Я хочу устроить тебе концерты. Круто. Он сказал, ради Бога. Опять же, в интернете есть очень много мнений о том, что кто-то за, кто-то против рэпа, хип-хопа и все остальное. По-твоему, какой есть минус в том, что ты читаешь рэп? Никакого минуса в этом нет. Хорошо. Я не вижу в этом. Если я, например, нашел бы какой-нибудь минус, я бы не занимался хип-хопой. А давай тогда вот, может быть я буду не прав, но объясни мне, почему зрелые, взрослые люди не слушают рэп? Ну, по-твоему, как-то на этот вопрос. Потому что они выросли в другое время, где еще не было хип-хопа. Ну, в Таджикистане я имею в виду. Где еще не было хип-хопа, где еще не знали, что это такое, что это за направление. И думаю, что из-за этого. И они поэтому не принимают. Ну, например, вот в Хароге, в моем концерте, 50 на 50, есть зрелые люди, как бы возрастом старшие, есть маленькие. Как бы у меня нет такого определенного, как бы определенного возраст, который слушает меня. А что ты думаешь вообще о рэпе в Таджикистане? Я думаю, что это круто. Потому что, как бы протест везде должен быть и хип-хоп музыка. Ну, я даже не знаю, как на это ответить. Рэп в Таджикистане должен быть. Потому что у хип-хопа нет нации, как сказал Исмайл. У нас хип-хопа нет нации, это музыка без нации. И эта музыка не принадлежит, например, афроамериканцам именно. Эта музыка принадлежит улицам. Ну, как ты видишь хип-хоп через 10 лет в Таджикистане? Каким ты его видишь? Я думаю, что уже как бы через 10 лет в Таджикистане уже будет шоу-бизнес. В целом в индустрии музыки будет шоу-бизнес и хип-хоп будет занимать как бы почетное место. Потому что уже мы это видим. Некоторые поп-артисты, например, да, некоторые поп-артисты уже делают коллаборацию хип-хоп-музыка. А через 10 лет это уже будет как и в других странах, как в Москве, например. То есть как в России, как в Европе и как в Америке. Ты также будешь всем писать и делать треки через 10 лет? Естественно. В данный момент это основной способ. То, чем я живу и то, чем я зарабатываю. А в основном наши, местные заказывают или с России тоже? Что? Ну, у тебя треки. В основном я имею ввиду. В основной массе. А, в основной массе, да. Конечно. Опять же, сейчас я процитирую то, что у тебя в Инстаграме. В 2015 году ты начал сольную карьеру, 13 лет ты в музыке, 4 альбома. Вот два ER альбома. Это что? AP? А что это значит? Это мини альбомы. А, мини альбомы. Да, где я. 8-10 треков. Ага. И у тебя 198 песен? В целом. В целом, да. И 78 концертов? За всю. За всю твою? Ну, до 2018. 18. Ну, было уже не 78. По-моему, 80 с чем-то. Ты успел еще 10 накинуть, да? Круто. Да. И ты пишешь о том, что все это офигенно, но почему-то у тебя нет ни одного клипа. И ты хотел, чтобы в 2018 году обязательно он был. Да. Да. Планируется? Сейчас, конечно, планируется. Планируется клип и трек с Исмайлом, с Ашуром. И с Ашуром тоже и клип, и трек. Короче, до конца 2018 года выйдут еще, или не два клипа конкретно выйдут. А у нас ровно месяц, да? Ровно месяц. За месяц это будет? За месяц это будет. Из русских реперов кого ты больше слушаешь? Или вообще слушаешь ты? Слушаю. Ну, например. Ну, троих назовешь. Басту, Чемодан Клаун и Смухину. У тебя есть еще один пост в Инстаграме, где ты пишешь «Совесть мой враг». Почему? Потому что совесть мне не позволяет иногда делать некоторые дела, которые, например, значительно улучшат мою жизнь, или даже ухудшат, не знаю. Ну, не позволяет делать какие-то, например, шаги, которые я на самом деле хочу делать. Ну, совесть мне не позволяет. Один пример. Один пример. Один пример. Пример. Объясню просто, например, в клипе. Например, я хочу снимать какой-нибудь клип. Голую тёлку. Да не-е-е, голую тёлку. Не-не, не голую тёлку. Хотя бы чуть-чуть. Полуголую. Такой вот. Короче, хочу иногда снимать такие клипы. Есть возможность. Ну, совесть не позволяет, понимаете. Потому что я воспитан по-другому. Ну, иногда тянет, потому что я же рэпер всё-таки. Иногда тянет. Ты хочешь снимать, ты хочешь читать в каких-нибудь треках. Материть кого-то. Прям материть. Прям как бы душу наизнанку. Ты хочешь материть кого-то или же какую-то ситуацию объяснить. Какая-то ситуация тебе не нравится, но совесть не позволяет. Потому что, что скажут люди, а я же всё-таки публичное лицо. Угу. Ну, ты же не соблюдаешь цензуру, да, в своих треках? В треках? Соблюдаю. Почему не соблюдаю? Соблюдаю. Три минуса, в общем, таджийского хип-хопа, по-твоему? Плагиат. Угу. Авторство. Например, нет авторства. И однобразие. Одинаково всё. Всё одинаково. Паша, исходя из этого, вот, допустим, я не слушаю, вот, возьмём меня, да, я не слушаю, допустим, хип-хоп. Угу. В двух словах, продай мне свой трек. Ты не пожалеешь. Я не знаю, как это делает за меня другой человек. Ну, вот, ты как это видишь, вот, какие есть преимущества, вот, буквально, вот, две преимущества, вот, в твоём жанре, в твоём исполнении? Я, я беру из жизни, я беру реальную ситуацию. Угу. Это прям ты взял мою жизнь. Ты описал мою ситуацию. Ну, значит... Ты кайфуешься, да? Конечно. Круто. Я очень-очень кайфует. В конце каждого сюжета мы задаём такие вот короткие сравнительные вопросы. Может быть, какие-то вот такие короткие ответы... Вопросы, а ты можешь не обязательно отвечать коротко, но мы, как бы, надеемся, что наши гости вот в этом момент хотя бы нам будут максимально искренни. Я это называю детектором, потому что максимально стараюсь, чтобы правы тут сказали. И первый вопрос. Карандаш с бумагой или гаджет? Карандаш с бумагой. Что является для тебя неудачей? По сути, я принимаю каждую неудачу, каждую проблему, или что-то сорвалось, или что-то пошло не так, я это все принимаю как урок, как опыт. Не было такого, что я сожалел. Понятно, значит, в следующий раз сделаю по-другому. Живая музыка или электронные биты? И то, и другое. Ну, у нас как бы... Ну, чего ты больше предпочитаешь? Живую музыку, естественно. Что значит для тебя потерять голос? Что может быть хуже этого? Потерять кошелек. В данный момент это так, если я потеряю голос, я ни для чего уже не гожусь. Наргиз Бандишоева или Далер Назаров? Да. Наргиз Бандишоева. Далер Назаров, мэтр музыки. Наргиз Бандишоева. Любовь всей моей жизни. Лучшее, что не купишь за деньги, это? Любовь. А ты точно хип-хоп исполнитель? Никой, я точно хип-хоп исполнитель. Любовь и здоровье нельзя купить за деньги. Нет, здоровье можно, можно полечиться. Любовь нельзя купить за деньги. Это сто процентов. Ты не можешь заставить человека любить тебя за деньги. Как это? Я тебе дам миллион долларов, ты меня полюбишь? Я тебя полюблю, брат. Это фальшивая любовь, ты меня полюбишь из-за денег. Хорошо. Последний вопрос, но над ним ты можешь даже еще немножко подумать. Представь, что ты звезда. Какой? Представил. Ну, мы с тобой надеемся, что это в скором времени будет. Еще бы. И какой свой поступок ты бы себе не простил? Забыть о своем прошлом. Например, если я стану кем-то и забуду, кем я был, я этого себе не прощу. Потому что это глупо. Про свои как бы рваные кроссовки я никогда не забуду. Про свою прошлую жизнь. У меня все. Спасибо.